Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но иногда они получают отпор Истец Ольга Шанегина Действующая по доверенности Подает иск о возмещении Материального ущерба и компенсации Морального вреда Ответчик Вера Шанегина Иск не признает Считает, что сын сам виноват В потере здоровья Прошу всех встать Присаживайтесь Слушается дело По иску Шанегина Александра Федоровича У нас представитель По доверенности Его супруга Шанегина Ольга Николаевна Иск о возмещении материального ущерба И компенсации Морального вреда Ответчик Шанегина Вера Ильинична Слушаю вас, представитель Добрый день, Ваша честь Вот доверенность Передайте, пожалуйста Через пристой И по интересам моего мужа Я прошу у суда Возмещение материального И морального ущерба Все вместе В сумме составляет 268 тысяч 840 рублей Материальный ущерб В какой сумме? Материальный В размере 168 тысяч 840 рублей Эту сумму Мой муж рассчитал Из расчета Сиделки Мы оплачиваем услуги Сиделки Вот у нас есть договор Подождите, истец Вы сначала Расскажите об обстоятельствах дела А потом Вы поясните Что за документы И чем подтверждаются Ваши требования Также Я не спросила У вас Вы просите еще Конфенсацию морального вреда В какой сумме? В сумме 100 тысяч рублей Хорошо Не согласна я Значит все Ответчик минуточку Сейчас Истец выступит И я буду задавать вопросы вам Значит почему Мой муж решил Выставить такую сумму Потому что Ответчик Вот она Шанегина Вера Ильинична Это мать моего мужа Она год назад 10 сентября 16 года Ударила его Буквально Огрела по голове Тяжелым стулом После чего Жив муж тоже Муж Жив Да Слава богу Но он получил Третью группу инвалидности По зрению В общем от этого удара У него было Сотрясение мозга И смещение позвонков И один глаз не видит У него теперь Третья группа Инвалидности По зрению И первая группа По нетрудоспособности В общем Мой муж Он не может теперь работать Он не работает уже год А до этого Он работал Электромонтером Значит Четвертого разряда Да Судья мне задал вопрос Я сейчас рассказываю Вот Значит он работал Электромонтером Его зарплата составляла 9 тысяч 40 рублей Вот есть правка О его заработной плате То есть все было официально Он работал Все И теперь Он не может работать Он не работает уже год Он почти никогда не работал Соответственно Утерян его заработок Как мой муж рассчитал Исходя из его суммы Заработка за год Это составило 108 тысяч 840 рублей Значит 108 тысяч Это потеря заработка Потеря заработной платы Да Ваш муж обращался В правоохранительные органы После событий Да Вы знаете А как вообще это произошло? Он пошел к ней К матери К своей Что-то они там Не поделили Что-то они не поделили Там что-то Ну на какой-то почве Ну Какая-то ссора Ну опять же ссора Можно же решить Решить словами Она его огрела Табуретом по голове После этого Естественно Мы подали в суд И был частный суд То есть к мировому судье Вы обратились И тогда решение Суда было По обвинению Ее признали виновной По части 1 статисту 15 УК РФ Решили Нелегкого вреда здоровью Легкий вред здоровью Ну вы это говорите А суд присудил ей Всего лишь Справительной работы Она эти работы Свои отработала Но нам-то что от них Муж как был инвалидом Так и остался Понимаете Нам от этого ничего Но тогда она В суде сказала Она еще поклялась Я буду помогать Батериально И буду все А что Она ничего не помогает Ничего не сдержала Свои обещания Да как он на твою пенсию А где вы проживаете? Мы проживаем В моей квартире Которая у меня От моей мамы осталась Вместе с мужем? Да Вместе с мужем Ребенком А отвечи где проживает? Что? Отвечи где проживает? А она проживает В своем доме В частном В частном доме Понятно Так что сиделка? Вот сиделку мы наняли Год назад Получается за 5 тысяч рублей в месяц Дешевле просто Ну нет То есть кали все возможные варианты То есть 5 тысяч рублей в месяц Это сиделка Это сиделка была Одна сначала там дешевле наняли Но она там какая-то показалась Это 60 тысяч Что еще? Кроме заработка Это 60 Заработок 108 И моральный ущерб 100 Почему моральный? Мой муж посчитал Потому что Обоснуйте моральный вред Он сейчас испытывает Вообще из-за этого всего То что произошло Такую депрессию Такое состояние Страдания Моральные То есть ему еще чисто По-человечески плохо Потому что родная мать С ним так поступила Потому что он чисто Никогда не работал Да работал он Всегда он работал Он работал электромонтером Вот его трудовая книжка Ваша честь Вам известно Какая пенсия У ответчика? Я не знаю Какая у нее там Размер пенсии Я не понимаю Но я знаю Что она под подушкой копит И на похороны себе накопила Вот из этого Пускай выплачивает Понятно Хорошо Ответчик Слушаю вас Дело в том Что у меня Сын алкоголик Сын знает Да никакой у меня алкоголик Ваша честь Я как нормальный мужчина Выбиваю Пожалуйста Не мешайте Он знает Какого числа Я получаю пенсию Он всегда приходит И требует От меня Деньги Да ничего Он не требует Он один раз занял И тот дал Я знаю На что пойдут Эти деньги И эти деньги Пойдут опять же На выпивку Поэтому я сопротивляюсь Он по празднику Он по празднику Вы только пиздец Делаю вам замечание Если я начинаю сопротивляться Он распускает руки Вот Он распускает А сама сына инвалидом сделала У меня живого места На голове нету От его побоев Хорошо А в тот день что случилось А почему вы не обращались Правоохранительные органы Ну как же я могу Своего родного сына Посадить Посадить не можете А табуреткой-то ударили Не могу я этого Не могла я этого сделать Посадить не можешь А инвалидом могла сделаться Чуть не убила И вот как получилось В тот раз Сын алкоголик Знает, когда пенсия Он пришел ко мне И потребовал деньги Я, зная, на что ему деньги Стало сопротивляться А я еще щенка подобрала На улице Бездомного Тузика И щенок как услышал Что сын-то кричит И набросился на сына Щенок маленький Он как его пнет Изо всей силы Но это переполнило Мою чашу терпения Совсем переполнило И я схватила табуретку И вот его ударила Виновна я в этом Да, виновна А, то есть Тузик важнее Чем сын родной, да? Он получил инвалидность Да, был суд Меня признали виновной Но учитывая все Сопутствующие обстоятельства Все Мне присудили работы В период, пока было рассмотрение Уголовного дела Была проведена экспертиза Есть ли у вас документ? Да, у меня есть документ Будьте добры Передайте, пожалуйста Через судебного пристава О том, что Инвалидность по зрению Не связана с ударом Как-то она не связана с ударом Как после удара Он ослеп И какой же организм Да не пил он ничего Всю жизнь Но иногда По праздникам пива Там выпит Так, истец У вас экспертиза тоже есть Да, у меня тоже Вот отдайте, пожалуйста Какая организм может Выдержать пьянку всю жизнь? Есть такие организмы Ваша честь Это все пьянка Мой муж не пьет всю жизнь Пьет как обычный нормальный человек Ну мужчина Ну выпит Да кто не пьет Представьте, Листа Я вас сейчас либо выгоню из зала Либо оштрафую Вот выбирайте Простите Простите Ваша честь Еще раз вы будете мешать суду Выгоню вас Ваша честь Инвалидность у моего сына Алкоголика Не от удара От того, что он пил всю жизнь Так, Вера Ильинична Вот сейчас суд изучает документы Сейчас мы посмотрим Значит, у вашего сына У вашего сына Один раз Установлено Я вложила всю свою боль Всю свою боль За то, что у меня сын вырос Алкоголиком и тунеядцем Да не алкоголик он Он не алкоголик Так, представитель лица Покиньте зал Покиньте зал Представитель лица Пристав Помогите, пожалуйста Представитель лица Покинуть зал Документы только передайте, пожалуйста Заодно Суд изучит Вы не даете возможности Суду разобраться Пройдемся Вот теперь давайте Спокойно разберемся Значит, что у нас Следует из документов Значит, вторая группа Инвалидности По зрению По зрению Глаукома Глаукома Да Левого Глаза и Правого глаза Подвывих Хрусталика Да, подвывих Хрусталика Но это не от удара Это заключение Судебно-медицинской экспертизы Так, в документах Еще я вижу Что и ранее До того Как Произошло Это событие Ваш сын Обращался В клинику И к окулисту Ему ставился Диагноз Тоже Так у него Глаукома Это я не могу Сказать Это я не могу Почему жена Так настроена Против вас Вот как вы думаете С чем это связано У вас Отношения Не сложились Я думаю Что она не совсем Довольна Заработком Моего сына И хотела бы Возместить Эти деньги От меня Свои расходы От меня Потому что Больше неоткуда Больше неоткуда Вот я смотрю Что вы на нее Не сердитесь Ну Вы знаете Слава Богу Что Она с ним живет Кому нужен Алкоголик Кому он нужен Понятно Суд удаляется Для вынесения решения Далее в программе У меня здесь все замечательно И он не может Просто видимо С этим смириться При чем здесь ревность Ребенки беспокоятся При чем здесь ты И твой Смысл беспокоиться О ребенке Которого все хорошо Ты мне пожалуйста Объясни Жизнь молодой женщины Кипит Налаженный бизнес Молодой жених Доверительные отношения С дочерью подростком Но бывший муж Бьет в колокола Он пытается убедить суд Что за внешней идиллией Скрывается страшная правда Была подвергнута риску Жизни и здоровья ребенка Вот И это сделала родная мать Когда мать Подвергает опасности И свою жизнь Не жизнь сына Вывод Напрашивается один Такая женщина Не должна быть матерью Но не всегда Правда Лежит на поверхности Иногда у человека Просто нет Другого выхода Прошу садиться Ваша честь Ваша честь Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о возмещении материального И морального ущерба Причиненного преступлением Оставить без удовлетворения Суд принял данное решение Суд принял данное решение В связи с тем Что в заключении эксперта Которое представлено сторонами Указано Что инвалидность Вашего сына Соответственно вашего мужа Никак не связана С событием по нанесению удара И следовательно Приговор Не может быть положен В основу решения Дело закрыто Не, ну почему Прошу всех встать Как это не связано Она его ударила Не связано Благодарю И мы теперь без денег Все опять И остались Ни копейки денег Ничего Оля, проживем Решение суда Выски отказать Сын Боль всей моей жизни Я делала все Что могла Но все равно Мальчик Пьет И пьет Я не знаю Что дальше делать Да, конечно Она пенсионерка Бабушка Божий одуванчик Ей все Суд ей поверил Ей все поверили А то, что у меня теперь Муж инвалид Без зрения Остался Это всем все равно И у меня Получается Теперь еще и муж Алкоголик На моей шее И она помогать Не хочет И что мне делать Я не знаю Истец Дмитрий Щебляков Подает иск Об определении Места жительства Ребенка Ответчик Анна Щеблякова Против иска Возражает И считает Что дочь Должна проживать С ней Слушается дело Об определении Места жительства Ребенка Истец Шевельков Дмитрий Константинович Ответчик Шевелькова Анна Михайловна Третье лицо Представитель органов Опеки И попечительства Истец Я вас слушаю Ваша честь В общем Я хочу Чтобы моя Несовершеннолетняя дочь Проживала со мной Моей дочери Соне 14 лет Сейчас она проживает С моей бывшей супругой С которой мы Развелись Три года назад Но Все было нормально Это меня устраивало Но Несколько месяцев назад У нее появился Молодой пацан Который У кого? У дочери? У жены бывшей На 10 лет Его младше Вот И смех и грех Я вот рассказываю Мне даже Неловко становится Ну это же Ну что значит Молодой пацан Несовершеннолетний что ли? Ну 22 там Не знаю Сколько ему лет Но молодой На 10 лет А сколько лет Вашей бывшей жене? 32 32 Ну почти 33 А молодому человеку 22 Ну 22 23 Ну так бывает Ну пацан же Пригласил его жить В свою квартиру Они живут там Вместе с моей дочерью То есть Меня это не устраивает Квартира-то ладно Бог с ней Ну почему не устраивает? Он что Ведет себя как-то Предуседительно Ну Знаете как Предуседительно А вообще откуда вам известно Как они живут? Вам дочь жаловалась? Да дочь в принципе Не жаловалась Ну я просто Зная свою бывшую жену Вот Она Купила эту квартиру Да это ее квартира Она ее купила уже После нашего развода За свои деньги Она же у нас Бизнесвумен Хорошо зарабатывает Я согласен Они с этим Щеголем своим Ходят по ночным клубам По концертам каким-то Пьют Пьюхают Я не знаю Подождите Истец Напоминаю вам Напоминаю вам Что все Что вы говорите Должно быть подтверждено Доказательствами Вот просто так Рассказывать суду Про то что кто-то Ходит Пьет И делает все остальное Не надо Если у вас есть Доказательства того Что ваша жена Бывшая Вместе со своим Другом Ведут какой-то Аморальный образ жизни И вредят Ребенку То пожалуйста Представьте доказательства А просто так Рассказывать мне О том Какие они плохие Не надо Ваша честь Но там еще Такая ситуация Что этот ее Пацан Приводят в гости Своих ровесников Они Своих друзей Друзей Своих ровесников Друзей Да Они-то лапшу навешивают Девчушки маленькие Это ваше предположение? Ну Мы же знаем Как это все происходит Я не знаю кто Мы знаем Как это происходит Много телевизор Просто смотрят Я просто этого боюсь На чем основаны Ваши опасения? Или это всего лишь Предположение? Ваша честь Ну во-первых Она бросила Заниматься Бальными танцами Которыми Занималась С первого класса Ну может быть Ей разонравилось Заниматься Бальными танцами Разонравилось Она занималась Еще Были у нее Влечения Она перестала Приходить в гости Ко мне К моей маме А еще Был один такой случай Задержали группу Молодых людей С ними Ну рядом Находилась моя дочь С этой группой И один Из этой компании Человек Молодой человек Обвинялся В распространении Наркотиков Что значит Обвинялся Ему предъявлено Обвинение? Да Ему предъявлено Обвинение И этот Молодой человек Знаком С Федором С другом Вашей бывшей жены Откуда вам Об этом известно? Я узнавал Потому что Моя дочь была Она ни при чем Там оказалась Но дочь тем не менее Ни при чем Она ни в чем Замешана не была Просто оказалась В этой компании Да Она оказалась В этой компании И к этой компании Как-то причастен Молодой человек Моей бывшей жены А ты планируешь Ее на другую планету Перевезти Если бы не было Этого Знакомства Ее с твоим Федей И этой ситуации Бы не было Федя юрист То есть вы Полагаете Вы полагаете Что это Истец Вы полагаете Что это Как-то взаимосвязано Между собой Вот эта компания В которую дочь попала Но если Это его знакомая Это же Я же не могу С незнакомым человеком Куда-то пойти Даже я буду Чем взрослым человеком Вы думаете Это Федор познакомил Ее с этой компанией Я думаю что да Потому что Хорошо Ребята весело живут Гуляют У них красивая Хорошая жизнь А у вас Ну у меня нормально У меня нормально Ну как часто Вы видитесь с дочерью Ну редко Редко я вижу Потому что Она избегает Встречи с вами Или просто ей некогда Последнее время Истец 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 Ответчик Выступает Тут слушает Внимательно Ответчика Это действительно Его знакомый Ну как Просто знакомый Исходя просто из того Что они просто учились Вместе в одной школе То есть такие знакомые Могут быть у любого человека И соответственно Мы же не знаем Кто там чем занимается То есть это не компания Вашего друга Это не компания А каким образом Девочка оказалась В этой компании Ну как она объяснила У них какие-то общие знакомые Как-то они там проводили время То есть вы считаете Что это случайность Я считаю Что да Конечно И ваш друг К этому не имеет отношения Абсолютно Насколько я знаю Федю Поймите Он нас наоборот Приобщает к другим вещам У меня из-за моего бизнеса Очень мало времени И поэтому Как бы Не всегда хватает Время на фитнес Там и все остальное Но Федя наоборот Он нас сейчас записал Вот на беговой марафон Он приобщает нас в спорту Ну какие наркотики О чем речь Вас и вашу дочку Записали на беговой марафон Мы там записались Мы побежим на этот марафон Еще не побежали Только собираетесь Еще не побежали Федя совсем другие интересы Он юрист Он серьезный парень Он с хорошей семьей Он с третьего курса Сам себя обеспечивает Ну вот видите Истец говорит Что вы по клубам ходите Нет Истец говорит Что вы по клубам ходите Очень много И слава богу Здесь столько зарабатывать Как мне По клубам нет Если там и были Какие-то единичные случаи То может быть И я бы рада Но I'm sorry Извините Я много работаю В том числе И мой молодой человек Мы ходим На самом деле На выставки ходим Мы ходим в театр И дочку я туда с собой беру Даже на концерт брали Но дочка с нами находится Ну вот видите Дочка бросила Бальные танцы Она бросила Не просто так Дочка у меня Достаточно такая Взрослая Я много с ней общаюсь И вот в связи с тем Что Федя у меня юрист У нее тоже Интересы стали Появились такие И мне бы самой хотелось Чтобы дочка получила Профессию В первую очередь Потому что спорт Понятно Танцы А вы чем занимаетесь Вы говорите У вас свой бизнес Я бизнесом занимаюсь В какой сфере Я занимаюсь розничной торговлей Продуктами и питанием Вот Дочке в первую очередь Я считаю Нужно получить образование Правильно Как бы Танцы прекрасно Тем более Что она сама К этому не стремится Это не мое навязанное Какое-то мнение Она говорит Да мама Я хочу поступить С ГИМО Я хочу вот так Я хочу отлично Я только за Я наняла и репетиторов Она занимается Ну ведь их спорт бросила Там еще что-то бросила Или это все связано С учебой Это с учебой Конечно И уже в такие ситуации попадает 14 лет девчушке Потому что просто нефа Я не могу тебя слушать Я ей богу У меня такое впечатление Что ты с ума просто сошел Ответчик не слушайте его ИСЦА слушает суд А суд говорит ИСЦУ Что сейчас выступает ответчик Продолжайте Так вот По поводу того Что он говорит Что она бросила танцы Это только исключительно Была ее заинтересована То есть вы об этом знаете Конечно Вы эту ситуацию проговаривали Конечно И это только исходя из того Что времени не хватает На репетиторов Пять репетиторов Сори Репетиторов я сейчас оплачиваю Потому что это надо Много заниматься У нее амбиции большие Уровень притязания высокий То есть это в ЕМО А как у нее с успеваемостью? У нее хорошая успеваемость Хорошо учится? Да, да, да Все замечательно Что-то еще добавить желаете? Ну я считаю Мне как бы Нечего добавить Я даже не понимаю Почему я здесь нахожусь Если честно Это смешно Ну хорошо, отвечу Тогда скажите, пожалуйста Все-таки С какими обстоятельствами Связана подача иска Исцом такого содержания Об определении места жительства с ним? Вы считаете, что опасения обоснованы? Ну я считаю, что это все Исключительно из-за банальной Какой-то мужской ревности Очень сложно признать Что он сейчас сидит Никому не нужен Вместе с мамой У меня все прекрасно У меня молодой человек Соответственно У меня все замечательно И он не может просто Видимо с этим свириться И вот таким вот образом Я так понимаю Пытается насолиться Аня, ну при чем здесь ревность? А что это? А ребенке беспокоиться? При чем здесь ты? А смысл беспокоиться О ребенке, у которого все хорошо Ты мне, пожалуйста Ну хорошо, давайте Вот мы как раз сейчас Спросим представителей Органов опеки и попечительства Насколько все хорошо Или не хорошо у ребенка Девочке 14 лет Правильно? Да Пожалуйста, слушаю вас Ваша честь Ну мы обследовали условия В данной семье И у отца И у отца И у матери И пришли к выводу Что в общем-то Вы с ИСКом согласны? Нет, я не согласна Вы не поддерживаете ИСК не поддерживаю И мы считаем Что передача ребенка Другому родителю Здесь совершенно Нецелесообразна Девочку опросили? Да, конечно Мнение девочки Мнение девочки Девочка, конечно, взрослая Естественно, мы ее опросили Да, мнение ребенка Обязательно При разрешении данных споров Конечно, конечно Девочка хочет жить с матерью И мало того Мы даже В общем, по настоянию ИСКа Опросили соседей Потому что он настаивает Что там оргии какие-то В квартире происходят Нет Ничего такого Нам никто ничего не сказал Девочка хорошая Умненькая Воспитанная Успеваемость в школе Замечательная успеваемость Поэтому просто Никаких оснований нет И девочку пригласили в суд Она взрослая И она тоже может В общем-то А девочка сейчас здесь? Да, девочка здесь Педагог присутствует? Или у вас педагогическое образование? Да, да Я могу быть представителем ребенка Хорошо То есть девочка у нас в суде Зовем девочку Судебный фрис Пригласите, пожалуйста Шевелькова София Дмитриевна 14 лет Шевелькова, София Войдите Иди домой, не позорься Пойду домой Сонечка, иди сюда, пожалуйста Вставай рядом с вами Здравствуйте, уважаемый суд Здравствуй, Соня Скажите, пожалуйста Вы знаете о том, что Ваш отец Обратился в суд С иском Об определении места жительства Вашего места жительства С ним Да, безусловно Я об этом знаю Но Вы хотите с папой жить? Да Мне больше нравится жить С мамой И с Федей Потому что Во-первых Федя и мама Все время водят меня На разные выставки Музеи То есть Обогащают Мой культурный уровень Обогащают Ваш культурный уровень Чего с папой не происходило Но вы с папой-то общаетесь? Ну да Время от времени Но не всегда Все реже и реже Мне не хватает иногда времени Потому что Я занята У меня много репетиторов И учеба Ну 9 класс А как вы учитесь в школе? Ну в основном Четверки и пятерки Хорошо А почему вы бросили Бальные танцы? Бальные танцы я бросила Потому что Ну уже 9 класс Как бы Во-первых Скоро экзамены Это неотъемлемая часть Каждого двенеклассника Ну а во-вторых Меня тренер Поставил напрямую Перед вопросом Хочу ли я Выезжать на чемпионаты И вообще Сделать это своей профессией Развиваться как-то В этом направлении А для этого Мне приходилось бы Заниматься В 3 раза чаще Ну и соответственно Время вообще Ни на что не оставалось Успеваемость бы упала И режим бы сбылся Понятно Скажите пожалуйста Какие у вас отношения С другом мамы С Федором? Они просто Ну Если так можно выразиться Сказочные То есть Он меня понимает С полуслова Чего не было С папой совершенно Ну не надо сравнивать Маминого друга с папой Я спрашиваю о другом Какие взаимоотношения Между вами И другом мамы? У вас дружеские отношения? Да Мы ходим вместе По магазинам На выставки Спортом занимаемся Ну он вам нравится? Безусловно Ну нравится как? Как мамин друг? Или просто нравится Как молодой человек? Как мамин друг Как мамин друг В смысле что? С ним весело Проводить время Он меня понимает То есть Но жить вы хотите с мамой? Да Слышала? Суд удаляется Для вынесения решений Далее в программе Была подвергнута риску Жизнь и здоровье ребенка Вот И это сделала родная мать Сильные миры сего считают Что они почти боги А значит они вправе решать Нужна ли ребенку мать Или ее можно выкинуть Из его жизни Как ненужную вещь Но иногда Они получают отпор Суд оглашает решение Суд принял решение Иск об определении Места жительства ребенка По месту жительства отца Оставить без удовлетворения Данное решение Суд принял Прежде всего В связи с мнением Ребенка Который достиг Десятилетнего возраста Девочке 14 лет И она изъявила Желание проживать С матерью Кроме того Суд Также Учел И объяснение Исса И пояснение Ответчика И в суде Не установлено Что проживание С матерью Каким-то образом Может вредно Сказаться На воспитании Девочки Дело закрыто Решение суда В иске Отказать Меня реально Возмущает То что Моя дочь 14 лет Находится В одной квартире С посторонним 20-летним Пацаном Ну по сути Результаты суда Мне были очевидны Я не сомневалась В адекватности Суда Страшно только Что Когда-то любящие люди Из-за каких-то Низменных Абсолютно Качеств Разводят Такие вещи Позорят себя Истец Оксана Сотникова Подает в суд Иск О восстановлении В родительских правах В отношении Нее Несовершеннолетнего сына Дениса Дольского Ответчик Представитель Органов опеки И попечительства Против иска Возражает Слушается дело О восстановлении В родительских правах В отношении Несовершеннолетнего Дениса Дольского Истец Сотникова Оксана Олеговна Ответчик Представитель опеки Попечительства В зале Присутствует Прокурор Представитель Отца Ребенка Адвокат Представьтесь Пожалуйста Шаханов Александр Владимирович Слушаю вас Истец Ваша честь Я прошу Чтобы Меня восстановили В родительских правах В отношении Моего Одиннадцатилетнего сына Дениса Дольского Два года назад Меня лишили Родительских прав Имеется судебное решение? Да Дело в том Что я родила ребенка От очень влиятельного И богатого человека Родила его Вне брака Вы состояли Не состояли В браке? Нет Вы не состояли В браке У вас родился Ребенок От состоятельного Человека Он признал Отцовство? Официально Он признал Отцовство? Через суд То есть вы Устанавливали Отцовство В судебном порядке? Ну Так как он Подал встречный Иск Об определении Места жительства Нашего ребенка И Выиграл Судебное дело И ему Отдали Сына То есть местом Жительства Вашего ребенка Было определено Место жительства Отца? Да А по какой причине? Потому что У него Лучшие условия Проживания У него Большой дом А у вас Какие условия Проживания На тот момент Были? Маленькая Съемная квартира В общем Мне дали С ним видеться Раз в неделю Причем Встречи Происходили Только на его территории И присутствовали Просто Куча охранников Няньки То есть был установлен Порядок Встречи По месту жительства Отца Очень строгий Да Строго Хорошо Рассказывайте дальше Поэтому Я поняла Что я Потеряю Так Ребенка И Решилась На отчаянный шаг На какой отчаянный шаг? Выкрасть его Я Плохо знала Расположение дома Комнат Лестницы Вот я его взяла Но Сколько лет было ребенку? Восемь На тот момент Да Восемь лет ребенку Я его взяла Но так как Не смогла найти выход Сразу И нас В общем Отрезали от выхода Его охранники То есть вас не выпускали С сыном из дома? Не выпускали из дома Из комнаты То есть мы были Зажаты В какой-то комнате И Ну Так получилось Что мы находились У окна Балкона На каком этаже? На втором Ну вот Я открыла это окно А дальше мы Выпали из него Это получилось Не специально Мы просто Вы выпали Или вы Специально выпрыгнули? Я подскользнулась Вместе с ребенком Вместе с ребенком Да Со второй этажа Вы выпали Из окна Второго этажа С балкона Вместе с ребенком А как вы могли Выпасть с балкона Вы перелезали Через балкон? Да В результате падения Я сломала две ноги А ребенок сломал ребро Нас увезли в больницу А через три часа Явился отец сына И предложил мне два варианта Либо я признаю суицид Попытку суицида Либо он меня посадит Далеко и надолго Ну конечно Я выбрала первый вариант Как только я подлечилась Меня забрали в психушку Я там была Сколько времени вы провели В психиатрической клинике? Год Год? Да Ну а врачи установили Что вы не страдаете Психическими расстройствами? Да, установили, конечно После того, как я вышла оттуда Я узнала, что у меня Лишили родительских прав Ваше отсутствие? Да Пока вы лежали в психиатрической клинике Вас лишили родительских прав? Без меня, да Вот Я наблюдалась у психиатра И после истечения Времени Мне дали заключение Что психических расстройств Отклонений у меня нет И я снова могу претендовать На восстановление родительских прав У вас есть заключение медицинское? Да, конечно Будьте добры, передайте, пожалуйста Через судебного пристава А где вы сейчас проживаете? Сейчас у меня есть работа Квартира У вас есть квартира? Вот я вижу, да Да, а работаете? Швеей Заработная плата? 30 тысяч Так, и представлено медицинское заключение О том, что истец не страдает Никакими психическими расстройствами Я слушаю вас, опека Ваша честь Органы опеки и попечительства Против заявленного иска возражают Каким причинам? Вот какие для этого основания Мы считаем, что Ребенку просто не показано Общение с матерью Речь не идет об общении с матерью У нас заявлен иск О восстановлении в родительских правах Ну да, но ведь если ее восстановят В родительских правах То она будет общаться с ребенком У нее будет такая возможность Конечно буду, да Я мать буду Вы считаете, что ребенку не нужна мать? Нет, мы так не считаем Просто, вот вы знаете Рассмотрев все обстоятельства дела Вот Мы пришли к выводу Что, в общем-то Ребенок с самого своего рождения Был Как бы Мать действовала не в интересах ребенка Он был для нее Каким-то инструментом Воздействия на вот ее отца Это вы как решили? Подождите Во-первых, вот То, что она там Подавала на отцовство Не подавала на отцовство Ну, естественно Что подавала? Ну, в начале Долгое время Она не подавала на отцовство Вот Насколько нам известно И что? О чем это говорит? По-вашему? Говорит о том Что, в общем-то Она опять же ущемляла Интересы этим ребенком Потому что Отец тоже должен был Участвовать Подождите Он добровольно исчез Через какое-то время После рождения Подождите секунду Ну, вы знаете Я просто не хочу На этом заострять Но тем не менее Вы об этом говорите Поэтому суд Выясняет обстоятельства Я просто хочу Вот более подробно Остановиться Вот на том поступке Когда, в общем-то Вот Оксана Олеговна Сделала такой Необдуманный шаг И выпрыгнула С ребенком Из окна Со второго этажа Здесь, в общем-то Какая-то криминальная Составляющая Это несчастный случай Получился Да вы меня не слушали Ну, судя по документам Я все знаю Я не просто вас слушаю Судя по документам Криминальной составляющей Здесь нет Это ваши домыслы Нет, это не домыслы Потому что Было бы возбуждено Уголовное дело? Уголовное дело Не было возбуждено Потому что Вот сама Истица Сейчас заявила Что она пошла На компромисс И ее поместили В психиатрическую клинику Вы считаете Это компромисс? В любом случае Было бы возбуждено Уголовное дело Мы изучили эти документы Все Вот И В общем-то Мы только что Можем здесь сказать Что Была подвергнута риску Жизнь и здоровье Ребенка Вот И это сделала Родная мать Вы понимаете И в общем-то Физические травмы Там он Ребро сломал Мальчик Они в общем Сейчас уже заросли Но Прошло много лет Вот Сейчас перед судом Наши психологи Работали с ребенком У ребенка До сих пор Психологическая травма Вот у меня заключение У него будет травма Потому что отец Я дам вам еще слово Да То есть вы проводили Обследование В том числе И психологическое Скажите пожалуйста А вы задавали вопрос Ребенку Скучает ли он по матери Задавали Конечно Это был первый вопрос Что сказал ребенок Он боится маму Он не хочет видеть маму Ну конечно Ему сказали Что я лежала в психушке Ему созданы все условия Для развития И воспитания И мы считаем просто Что ребенку Будет вредно Общение с мамой То есть вы возражаете Против иска Вы категорически Передайте пожалуйста Заключение Да Вот тут Заключение психологов Это очень важный документ Там много написано По вашему Деньги заменяют мать Да? Ребенку Я ни слова не сказала О деньгах Почему же? Да вы не слушаете меня Ему лучше Потому что Вы неуравновешенная женщина Понимаете? Вы меняете себя Все может измениться В лучшую В вашу сторону Представитель опеки Меня удивляет То что в вашем заключении Указано Что с ребенком Действительно Работал психолог И задавал ему вопросы По поводу его отношения К матери Ребенок говорит Что он скучает По маме Почему же вы говорите Суду Что ребенок Не скучает По матери И боится ее Ну Вы знаете Ребенок Да Он естественно Мать есть мать И он уже взрослый мальчик Он правильно воспринимает Ситуацию Мальчику 11 лет Да У мальчик взрослый Но Тем не менее Вот Я сама лично Общалась с нашими Психологами И в процессе В общем-то От мальчика Поступило такое заявление В заключении этого нет Что он вспоминает До сих пор Тот эпизод Когда В общем-то Не было Такой необходимости Прыгнуть Я поняла вас Я поняла вас Почему же вы Сейчас говорите Что вы возражаете Против иска Вводите суд В заблуждение Говоря о том Что ребенок Не хочет общаться С матерью И тем не менее Про стресс Я поняла Это действительно так Это указано Что естественно Стресс был Но в настоящее время Ребенок не говорит о том Что он не желает Видеть мать Понимаете Я доношу Мнение органов опеки До суда В общем-то Это моя обязанность И вот На сегодняшний день Наша комиссия Которая рассматривала Этот вопрос Пришла к такому заключению Вы полагаете Что мать Может причинить Ребенку вред? Да Мы полагаем Потому что вред Уже был причинен И это хорошо Что только Аблори бром Было сломано Вы основываете Только на том эпизоде Или Вы изучили И предыдущую жизнь Мы изучили Конечно Мы изучили Предыдущую жизнь И как бы Ну Нам известны Многие подробности Из жизни Это какие Против иска Вы возражаете Я поняла вас Мы возражаем Потому что мы знаем Ну послушаем Представителя Отца ребенка Ваша честь О подробностях Которые О которых Все хотят узнать Я наверное Расскажу лучше Чем Представители органа опеки Да Слушаю вас История началась давно Восемь долгих лет Об Оксане Олеговне Никто Ничего не слышал Как мой доверитель Судя по его словам Здесь есть Некая финансовая Заинтересованность Он человек известный Ваша честь Можно я скажу Конечно Нет нельзя Истец Вы уже высказались Мы сейчас Слушаем представителя Отца ребенка Да Имел место быть шантаж То есть Разглашение тайны Отцовства его Его семье У него была уже семья А была договоренность Между истцом И Отцом ребенка Что Рождение ребенка Останется в тайне Договоренности не было Как-то Все произошло Именно так Как произошло Просто потом Начался шантаж Признай Отцовство значит Хотя Потому что Бросил нас Конечно Подождите Признай Отцовство Вроде как И алименты Вроде как И помощь От этого Он не отказывался Ни в коем случае Но когда Пошли угрозы Рассказать об этом Его семье Он сделал просто Поступил как мужчина Агласка произошла В результате того Что был подан Иск об установлении Отцовства Нет Это было заранее сделано До того Да Он своей семье Об этом сказал До этого То есть Семья не против Семья не возражала Ребенок принят В семью Как свой сын То есть Уже после установления Отцовства Да Скажите пожалуйста Знаете ли вы Почему Ваш доверитель Не признал Отцовство Добровольно Это было Потому что добровольно Потому что Потому что Он боялся Потому что Ну имеется ввиду Его жены и детей Брака Да Чтобы сохранить брак Да Это было в его интересах Прежде всего Но Ему Предложено В добровольном порядке Этого не было То есть сразу Пошел иск в суд Не было предварительной Досудебной договоренности Иск в суд Учитывая личность И известность Моего доверителя Это скандал Это пиар Это порча репутации деловой То есть это все Было предано Огласки И пока он не исчез Куда-то Я об этом сейчас не говорю Я делаю вам замечание Уже в третий раз Вернемся к тому вечеру По каким причинам Ну скорее всего Это была попытка Похищения ребенка Ну как мать может Похитить своего Собственного ребенка Ну видимо Не устраивало ее То что происходит Она хотела забрать ребенка Она хотела забрать ребенка К себе Давайте будем все-таки Говорить юридическим языком Это похищение Что произошло дальше Вы же юрист Не может мать Похитить ребенка Охрана действительно Простите Ваша честь Охрана действительно Отрезала ее В одной из комнат То есть охрана Не дала возможности Выйти ей Да Да Говорят, что там был Чуть ли не прорыв силовой В общем отрезала ее В одной из комнат И потом Как уже говорят охранники Она просто Обняла ребенка И спрыгнула со второго этажа Каково отношение Вашего доверителя к иску Он согласен с иском Нет Или возражает Возражает Причина какая Он считает, что Если Ее восстановят в правах Оксана Олеговна То она будет Не то, что иметь право Она будет обязана Общаться с ребенком Это по закону Да, я мать Да И участвовать в ее воспитании Мой доверитель Моральный облик Нашей Оксаны Олеговны Ну Мягко говоря Не нравится он ему А что Понимаете в чем дело Здесь же решается вопрос О восстановлении В родительских правах Матери Я понимаю И весь этот спор По сути дела Основан исключительно На интересах ребенка Поэтому Отношение Вашего доверителя К ИСЦУ И его личные отношения Здесь мало Имеют значения Хорошо Ваша честь Также Представитель опеки Положил он на стол Заключение Заключение получено Я его прочитала Естественно Ему будет дана оценка Мне сейчас важно Выяснить Отношение Отца К ИСЦУ Во-первых Мой доверитель Учитывает Мнение ребенка Ребенок Все-таки Испытал Какой-то стресс В связи С теми событиями И ребенок Боится Когда упоминают Его присутствие О маме Прямо что Так и боится В 11 лет Ну Откуда вам это известно Вы общались Со слов Моего клиента Я понимаю Прекрасно Что вам Сложно Но тем не менее Наберите терпение Со слов Моего доверителя Он знает Ребенка Вы с ребенком Не общались Я ребенка Вижу Постольку Когда прихожу К ним в гости Домой Но в вашем присутствии Никогда не было разговоров О том Что я не хочу Чтобы мама была здесь Или наоборот Я хотел бы Чтобы мама Меня навещала Кривить душой Я не буду И свидетелем Этому я не был Но Его отцу я доверяю У нас с ним Дружеские Доверительные отношения То есть отец Отец категорически против Отец категорически против Хорошо Истец Большие гонорары Это мое дело Что-то вы хотели Еще добавить Да Я хочу сказать Что Ну как вы считаете Вы представляете Опасность для ребенка Абсолютно нет Я адекватный человек Но вы совершили Достаточно необдуманный поступок Который повлек Негативные последствия Для здоровья ребенка И Вы же понимаете Что у И у представителя Опеки И у Отца ребенка Есть опасения Что подобное Может повториться Я понимаю Но Нельзя Лишать матери Ее сына Ее ребенка Я поняла Суд удаляется Для вынесения решения Оглашается решение суда Суд принял решение Иск О восстановлении В родительских правах Истца Удовлетворить Суд учел Мнение Органов опеки Попечительства Выслушал Представителя Отца ребенка Тем не менее В соответствии с законом Установление И о спаривании Отцовства Определяются Законодательством В соответствии С нормами Семейного кодекса Российской Федерации Суд В праве С учетом мнения Ребенка Отказать В удовлетворении Иска родителей Либо одного из них В восстановлении В родительских правах Если восстановление В родительских правах Противоречит Интересам ребенка Суд Суд не усматривает Что в данном случае Восстановление В правах В родительских правах Матери Противоречит Интересам ребенка Кроме того По мнению суда Отпали Основания По которым Мать была Лишена Материнских прав То есть Родительских прав Из заключения Представленного Суду Следует Что У матери Отсутствуют Какие бы то ни было Психические заболевания Соответственно Суд восстанавливает Ее в родительских правах Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Я счастлива Что скоро Увижу своего сына Но на этом Я не буду останавливаться И подам иск На определение Места жительства Его со мной Органы опеки Пытались обвинить В том Что мы вводим В суд В заблуждение Какая вообще Чудовищная Несправедливость Мы всегда Действуем В интересах Ребенка А вот Общение С такой Матерью Вредно И опасно Для ребенка Редактор субтитров